Итак, хочу рассказать о самолете Л-29. Самолет Л-29, самолет первоначального обучения, широко использовался в учебных центрах, ДОСАВ и военно-воздушных силах. Самолет по сей день эксплуатируется в организациях ДОСАВ в частных руках. Благодаря этому самолету увидели небо многие летчики транспортной авиации, а также летчики-истребители. В дальнейшем его сменил самолет Л-39. Самолет достаточно надежный, неприхотливый, цельнометаллический. Благодаря достаточно мощному шасси, не боится грубых посадок курсантов, вращает очень много ошибок. Система тормозов воздушная. Нарезаем кабину. В кабине первое, что нас встречает, это парашюты. С-5К, также можно ставить С-4. ПРВ, а если можно ставить, это парашюты. Аккультная, достаточно примитивная, работает за счет стреляющего механизма, который находится вот здесь. По факту мы сидим на пиропатроне, который нас выкидывает в случае какой-то экстренной ситуации. На данном самолете приборное оборудование практически оригинальное, за исключением двух указателей Гармин и радиостанция. Этот Гармин стоит вместо указателя числа М, поскольку для наших полетов информация о числе М нам не сильно нужна, поэтому мы его заменили более удобным прибором. Далее здесь мы видим указатель скорости, это указатель высоты, это радиовысотомер. Прибор, который измеряет высоту от 0 до 600 метров благодаря радиосигналу, посылаемому и отраженному. Это указатель поворота, в простонародье называется У. Это один из самых главных приборов самолета АДД-1. Здесь также прибор-вариометр, который показывает, куда мы летим. Летим мы вверх или летим мы вниз. И с какой вертикальной скоростью. То есть, можем лететь вверх со скоростью 10 метров в секунду, можем лететь вверх со скоростью 20-60, или же вниз, соответственно, с такой же скоростью. Это указатель курса, УГР-1 называется. Эта стрелка называется курсозадатчик. Это указатель курса АРК, автоматический радиокомпас. Автоматический радиокомпас, панель управления вот. То есть, мы устанавливаем необходимую частоту привода, и он нам показывает, этой желтой стрелочке показывает на привод. Соответственно, если мы знаем свой курс, и знаем, где находится точка, то мы можем вычислить свое местоположение. Это указатель оборотов двигателя. Указывает он обороты в процентах. Это один из самых важных приборов, показывающих здоровье двигателя. Прибор температура выходных газов. Максимальное значение 700, при запуске от аккумулятора разрешено до 650. Хороший запуск, это 600 градусов по Цельсию. Это также прибор, который показывает работу двигателя. Это указатель давления масла, давления топлива. Это указатель давления масла. Это указатель температуры масла. Значение давления масла у нас минимальное, это 0,5. Максимальное это 2,6. Это указатель топлива, который показывает в сотнях литров, сколько осталось топлива. На данный момент 550 литров топлива в самолете есть. Это достаточно известный прибор, который показывает вольты и амперы. Причем вольты он показывает при нажатии. Это заряд аккумуляторами, таким образом проверяем. А так показывает ток. Это указатель перепада давления в кабине. Для того, чтобы летать на лисоток, нам необходимо это значение знать, чтобы не допустить избыточное давление. Здесь мы также видим прибор, двухстрелочный прибор, который показывает работу тормозов. К нам нажимаем, показывает стрелка. Сейчас у нас одна педаль стоит влево, поэтому работает только один контроль. Если мы ставим стрелку, педаль ровно, то стрелки показывают значение расстояния. Если мы одну педаль убираем, то самолет рулит раздельным торможением колес. Здесь мы видим указатель контроля выпуска и уборки шасси. Здесь также называется табло Т9. Это табло, которое показывает нам сообщение аварийное. Показывает оно нам пожар, выпусти шасси, остаток 200 литров, включение-выключение изолирующего клапана и вот то самое давление в кабине. Это называется триммер пикирования и каприрования. Им снимается нагрузка с ручки управления. Здесь мы также видим систему управления выпуска и уборок с закрылками, запуск в воздухе, изолирующий клапан. Закрылки при выпуске нажимаем кнопку «Выпуск в нужное положение». После отработки закрылок для этого положения, кнопка возвращается обратно и загорается соответствующая лампочка. Это управление сигнальными ракетами по цветам. Это обогрев ПВЗ для того, чтобы самолет мог летать в сложных метеоусловиях или же в условиях пониженных температур. Необходимо включать всегда обогрев. Это, собственно, в простонародье называется газ. У нас это называется ручка управления двигателем. Устройство, которое передает наше желание самолету о том, какие мы хотели бы видеть обороты. Соответственно, если мы запускаем двигатель, он стоит внизу, это называется «Малый газ». Это называется «Максимал». Кнопка запуска находится в первой кабине, слева от «РУТ» – ручка управления двигателем. Это называется «Стоп-кран». Не открыв «Стоп-кран», соответственно, двигатель мы запустить не можем. Этот кран перекрывает топливо. То есть при запуске нам необходимо его открыть. В случае заброса температуры нам необходимо его закрыть и уже разбираться с двигателем, что там ему не понравилось. Здесь также у нас есть блок управления радиокомпасом. Это кран, с помощью которого мы подаем кислород в кабину на высотных полетах. Это сам кислородный прибор открытия, чтобы можно было в маску подать. Это, соответственно, пожарный кран. То есть в случае какой-то нештатной ситуации мы этот кран закрываем и топливодвигатель перекрываем. Это называется «АД-5». Это на противоперегрузочный костюм устройство, которое подает давление в воздух. Соответственно, мы можем регулировать, насколько оно сильно подается или слабо. Так, это, собственно, указатель перегрузки. Прежний полет был с перегрузкой. Минус 2, 4,5. Плюс 4,5. Это аварийное торможение колес. Это называется «Правый электрощиток», собственно, который и отвечает за обесточение самолета, а также за подачу питания. Здесь у нас управление батареей, генератор. Для запуска самолета включается АЗС. Батарея, динамо, двигатель. Динамо мы включаем, оставляем постоянно, потому что это включение генератора. То есть, он автоматически включается и подключается, когда оборудование становится нормальным. Оружия у нас нету. Это просто табличка осталась. Наследие далекого прошлого самолета. День – это подключение всех потребителей. Соответственно, оно – это освещение, включение освещения. Ночь – это включение ультрафиолетовых осветителей. УКВ – это радиостанция. Ну, соответственно, по 250 – это преобразователь, который у нас не используется. Вместо него на этом АЗСе находятся потребители навигации. Это вот как раз включение изделия 020. Это раньше был такой ответчик свой-чужой на этих самолетах. Это включение аварийной РК для того, чтобы в случае какой-то ситуации внештатной летчику мукаварийно включить автоматический радиокомпас и найти свой аэродром, даже если в самолете все сломалось. Чтобы домой он всегда прилетел. Здесь у нас приборы аналоговые, которым подводятся трубки. Это гидросистема. Работает только, когда гидросистема действует. То есть при выпуске закрылок тормозных щитков. Соответственно, можно увидеть какое-то движение стрелок. Это прибор пневмосистемы показывает давление воздуха. Сейчас мы видим, что давление воздуха составляет 20 атмосфер. Должно быть в идеале 100. Это аварийная система. Заполнение аварийной системы гидравлической. То есть гидроаккумуляторы, у них постоянное давление. В случае какой-то нештатной ситуации, отказа двигателя, отказа насоса или еще что-то. С помощью вот этих кранов мы можем выпустить шасси, выпустить закрылки. С помощью вот этой гидросистемы. Ее просто хватает на это действие. Здесь основной электрощиток называется. В котором сосредоточено АЗС. Это автомат защиты сети. Сосредоточены все потребители. То есть здесь мы видим у нас климат-контроль, так называемый холодно-тепло, автомат. Автомат у нас стоит, как правило, на 25 градусов. Дальше стоит все потребители. То есть если вот здесь у нас отключены будут какие-то АЗС, соответственно, эти потребители работать не будут. И если, опять же, в воздухе происходит какая-то нештатная ситуация, что-то перестает работать, то первым делом летчик смотрит, в каком положении находится АЗС. Положение вверх у нас это положение включено. Положение вниз это, соответственно, выключено. То есть если мы летим, например, видим, что вот ОРК вот так вот стоит, значит ОРК у нас что-то случилось. Он автоматически выключается. Либо у нас замыкание, либо просто случайно по недосмотру еще по какой-то причине выключили и забыли включить. Там может быть откуда-то. Перед посадкой в кабину летчик обязан все это дело просматривать. Так, это первая кабина. Это у нас лампочка утрофиолетовая. Как она там смотрится. Как-то она закрыта. У нас приборы все оснащены светомассой. И, соответственно, эта светомасса подсвечивается этой лампочкой. Так, пойдем к заднюю кабину. Переднюю кабину, просто бы не намочить. Это у нас кабина инструктора. Кабинный инструктор отличается от обычной кабины курсанта тем, что здесь есть устройство ввода поправок. То есть, здесь мы можем отключить приборы курсанта, отключить тангаж, то есть отключить кренение. Соответственно, курсант должен уметь работать с отказавшими приборами. И также можно отключить указатель скорости и указатель высоты. Все приборы, как правило, у нас проверяются. Сейчас они все стоят за контурами. То есть, сейчас все включено. У курсанта, то есть того, кто летает с первой кабины, все сейчас работает. Здесь можно получше увидеть как раз кислородный прибор, такой 18-й. Который используется у нас для полетов на высоте. Также здесь вот рут, который соединен с рутом первой кабины. Здесь топ-кран. Кнопки запуска во второй кабине нет. По всем документам летать можно, если полет одиночный, летать можно только из первой кабины. Здесь также щиток выпуск-уборки-закрылок. Здесь, в принципе, все те же самые приборы. Немножечко другая приборная доска. Она не из трех частей состоит, а из двух. Отличается пульт. То есть, здесь я могу отключить у курсанта сеть, в случае чего. И включить, в случае каких-то определенных ситуаций, могу включить запасной СПУ. На этом самолете его нет. И могу также сбросить грузы, если они у нас установлены, соответственно. Здесь также аварийное торможение имеется. То есть, в принципе, все дублируется. Тут у нас находятся приборы. Продолжение следует...